Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Вера, и сегодня мы взяли, ну, взяли не то чтобы новый, но новый продукт, в принципе, такой более-менее новый, из колоб и свинины. Мы однажды его пробовали, вот, нам, в принципе, понравилось. Сегодня хочу вам рассказать о плюсах и минусах этого продукта, вместе с вами вскрыть свежую упаковку, новую, понюхать ее, потрогать, показать вам, как он тут, как это выглядит. Вот, это называется полуфабрикат мясной свинины. Выглядит вот таким образом. Видите, кусочки порезанного мяса из колоб достаточно тонкие, пожарен на углах написано, вот, и свиного карбоната. Карбонат это спинка, если вы знаете, если не знаете, в общем, это спинка свинины. Мираторг, вообще, в компании Мираторг у нас много чего есть обзоров на канале, мы попробовали много разного мяса, ни разу нам не было от него неплохо, не понравилось оно, но иногда бывает жестковато получается некоторая говядина. Вот, ну, однажды я уже рассказывала вам эту историю, была говядина очень тухло-пахнущая, но оказалось, что она нормальная, просто у нее был такой запах. Вот, мы ее съели, был все хорошо, живы. Вот, ну, пробуем, давайте, эскалоп. Вскрываем, да? Вскрываем, эскалоп. Двойная упаковка, хочу обратить ваше внимание, вот первый пакет идет, первая упаковка. И за ней еще одна упаковка, что очень хорошо, плотно упакована. Так, запах. Ой. Ну, пахнет хорошим свежим мясом. Потом покажу этот карбонат сам по себе. Не знаю, показывал, по-моему, я вам не показывала именно толщину, это вот такая толщина, 2 сантиметра. Немножко жира есть по краю. Очень свежий запах, такой немножко даже копчененький какой-то. Приятный запах. Само по себе мясо вроде бы мягкое, но так просто, конечно, жарить его не стоит, его надо отбить. Вот, мне нравится, что жира мало. Посмотрите, какой тоненький жир. Отличный жир, тоненький. В общем, супер. Неплохие штуки, они маленького диаметра, все вот примерно такого размера, видите, с мою ладошку. Вот. Единственное, что нужно иметь в виду, что они, если просто жарить их на углях, получаются сухими и жесткими. Ну, в смысле, суховатыми и жесткими. Почему я это говорю? Потому что, если их жарить не отбив, вот тоже взять на сковородку или на мультиварке я готовлю, пожарить, получится жестко и сухо. Вот. Что для этого нужно делать? Во-первых, отбить хорошо, а во-вторых, как бы, сохранить влагу, потому что само по себе мясо суховатое, видите, жира мало, как бы, прожилок ничего нет. Вот. Чтобы оно получилось мягким, вы сначала с одной стороны немножко обжариваете, потом резко переворачиваете с другой стороны, и получается влага, как бы, внутри консервируется. Вот. И получается хорошо. Вот. Такое мясо, пожалуйста, ребята, в комментариях поделитесь, как вам эта продукция от Мираторг, карбонат, например, понравилась, вам не понравилась. Если вы брали, может быть, вы с ним ходили на шашлык, может быть, вы его просто как-нибудь съели. Ну вот, напишите в комментариях. И, пожалуйста, напишите мне, где вы в Москве покупаете мясо. Я в каждом видео спрашиваю и все же пытаюсь понять, где люди берут хорошее свежее мясо. Так, чтобы, ну, не надо мне предлагать там ездить к бабушке, там, на куличике в подмоскованный какой-нибудь комбинат, который это мясо производит, я все равно не поеду. Дело в том, что в Москве с этим мясом вообще всегда были большие проблемы, потому что то, что продается вот не в упаковке, а так, на развес, брать вообще страшно. Вот. Но пока что Мираторг нам очень нравится. Мы берем, ну, еще раз говорю, бывает, иногда жестковатые какие-то кусочки попадаются, но это все терпимо. Ну что, друзья, спасибо большое за внимание. До скорой встречи. Всем пока. Продолжение следует...